Путь в науку был удачный, в то же время трудный. И когда что-то было сделано положительное, это и было приятно видеть. Во-первых, я в ВУЗ попал уже не молодым ученым после 10 лет, а после службы в армии. Три года прослужил. Это, значит, в 1954-1957 годы. Затем поступил в институт, на Городонимический факультет. Как ни было бы трудно, все-таки три года в армии, я сдал экзамены, поступил и стал учиться на Городонимической факультете Омского социально-института имени Кирова, ордена Лейна, который окончил в 1962 году. И в связи с тем, что я стал очень рано заниматься наукой, научно-исследовательской работой по графике, меня оставили, потому что у меня были уже опубликованы студенческие работы, и, наверное, считали меня перспективно, оставили в институте. Труд, знание, историю надо знать науке, которой ты посвятил, чтобы познать ее, узнать, что нового не сделано, и дальше развивать. Старыми методами, с помощью которых создавалось то или иное направление, управлять этим процессом нельзя. Значит, возникают новые проблемы, новые методы, которые мы могли бы освоить именно в этом аграрном университете, и которые получили председатель теперь. Мы создали новое направление, которое признано в России за рубежом. И поэтому, значит, у меня достаточно много учеников, которые кончили, работают в различных, значит, республиках, в различных местах России, за рубежом и так далее. Я очень счастлив, что я создал, один бы я ничего не сделал, хоть какой ум, а создал коллектив единомышленников, и мы сделали большое дело. Я к 80-летию выпустил, значит, пятидомник управления почвенным плодородием и питанием культурных растений. Мы пропустили 50 культур, где можем гордиться, что это целые институты работают, чтобы создать оптимальное питание, прогнозировать величину урожая, качество продукции и исправлять по ходу роста и развития, что надо растению, спрашивать мнение растений. Провожу занятия со студентами, с магистрами, специально читаю магистрам вот это направление, которое мы создали. Поэтому, значит, считаю, что это будущее, будущее за этим, потому что не знаешь мнения растений, ты не можешь управлять процессом роста и развития. И нас привлекают уже от Казахстана, я говорю, подскажите, получаем хороший урожай, а качества нет. Вы единственное занимаетесь листовой диагностикой питания и можете контролировать, когда дать растению, подкормить его, чем, в каком соотношении. Оказывается, растение, как животное, как человек, любит сваренную хорошую пищу в правильном соотношении. Мы сейчас в столовую не идем с вами, не берем 3 первых, 5 вторых, 10 стаканов чая. Растения точно требуют вот это сбалансированное питание, качественное питание, равновесие элементов. Значит, мы часто сравниваем, мы студентов приучаем. Знаете, сравните, с человеком живут очень много общего между растением и другим существом. Мне хочется передать и то, что я запланировал к столетию ВУЗа, значит, книгу «Триединство в развитии. История к архивии в настоящем будущем». Где будут все там названы мои ученики, все проблемы, которые мы решали и которые впервые даже решим, которые не были в отношении равновесия, элементов питания и так далее. Я хочу, чтобы вышли специалисты и где они будут работать, чтобы знали, что «Оу, вы кончили Омский аграрный университет, это очень здорово, это так было раньше, и надо это оставить историю другую». Передаю те знания, которые были. Для меня ВУЗ – это вторая мать. Так же, как мы родную мать не можем клеветать, значит, критиковать, так я не могу по-настоящему критиковать ОМГАО, потому что здесь моя судьба сложилась, как специалиста, как доцента, кандидата в наук, доктора в наук, профессора в наук, деятеля, все это у меня было здесь. Я хочу, чтобы вышли специалисты и где они будут работать, чтобы знали, что «Оу, вы кончили Омский аграрный университет, это очень здорово, это так было раньше, и надо это оставить историю другую». «Я горд, что вся жизнь у меня прошла здесь, я нисколько не расчалываюсь, так, несмотря на то, что сейчас сложнее стало с приборами, с оборудованием, меньше стало, понимаете, расходов на приобретение этих приборов, где бы мы сделали более глубокие работы. Ну, жизнь проходит, фактически, я не сожалею в том, что вся жизнь здесь прошла, вот здесь, в сельхозинситуте, ныне ОМГАО». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо! Спасибо! Спасибо!